Четвертая смена в детском лагере «Ласковый берег» заступила на дежурство. В режиме онлайн-отдыха 270 детей, объединенных в порталы, и 44 провайдера – это воспитатели. Принцип их работы – в первую очередь дружба, поэтому девчонкам не скучно на футболе. Вместе все кажется интересней. Днем мы на море ходим, бываем футболом, занимаемся баскетболом, глиболом. Разумно. Очень классно. У нас на севере очень холодно сейчас. Тут очень теплая погода даже. Хорошо, ура! В лето приехали. Здесь отдыхается очень хорошо. Много нового за этот год появилось. Ты первый раз, да? Да, я гораздо больше был здесь. Ну сколько раз? Ну раз восьмой, это точно. Общее правило в лагере – на первом месте комфорт и безопасность детей. И один из поводов получить заветные лайки, известные в социальных интернет-сетях, как бонусы или баллы. Не виртуальные гости – юные участники Всероссийского общества спасания на водах. На торжественной общей линейке рассказали о правилах поведения на воде, что можно и что запрещено во время купания в море. Теорию подкрепили яркими примерами из жизни и провели практическое занятие. Гибель людей на воде в России занимает четвертое место после дорожно-транспортных происшествий, алкоголизма, наркомании. Вот наша задача освода – довести до населения, особенно приоритетные дети, детские лагеря, школы, детские сады, чтобы довести до сведения, вооружить их знаниями по правилам поведения на воде. У нас общения эти проходят традиционные. Несколько раз в течение всех смен практически они к нам приезжают, рассказывают о безопасности купания на воде. Но я, допустим, как директор воспринимаю это очень положительно, потому что, ну, допустим, сравнивать, если есть у нас полиция, есть у нас народная дружина, если у нас есть, значит, медицина, у нас есть медицинские, значит, дружины. Ну и, соответственно, здесь освод, он приносит огромную-огромную пользу, тем более это дети. Когда дети, вот мы видели с вами, общаются с детьми, это, я считаю, что более доходчиво и, значит, более правильно. В осводовцы проводят такие занятия в детских садиках с дошколятами, в школах во время учебного года, летом в здравницах Анапы безопасности слишком много, не бывает. И вспомнить правила полезно всем, особенно по пути на пляж. Ребята раздали листовки с правилами отдыхающим в станице Благовещенской.